Уважаемые зрители, вас приветствует канал CZ-Videos. Мы продолжаем наше путешествие от моря до моря по окраинам Бывшей Империи. И сегодня находимся в городе Львове. Для нас, путешественников, любой город начинается с вокзала. Железная дорога во Львов пришла в 1861 году. Ну а здание вокзала за моей стеной построено в 1904 году, так же как наш викинский, кстати, даже внешне похожий. Это стиль модерн. Построено оно на месте прежнего вокзала в неоготическом стиле по проекту Польского архитектора Садловского. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Львов Львов – главный город Западной Украины. Той Украины, которая никогда не входила в Российскую империю. И лишь в 1939 году, согласно секретным протоколам о разделе сфер влияния в Европе к Пакту Молотова-Риббентропа, была захвачена Советским Союзом. Здесь, как и в странах Балтии, Советскую империю считают оккупантов. И, конечно, охотнее, чем в других регионах Украины, выполняют закон о декоммунизации. Основан город около 1256 года галецким князем и первым королем Руси Даниилом Романовичем. А назван в честь его сына Льва. На немецком языке и на идише город назывался Лемберг. Большую часть своей истории Львов находился в составе Речи Посполитой и Австро-Венгрии. Как и всякий европейский средневековый город, имел Львов крепость. Ее донжон находился на Замковой горе, а на ее склоне располагался окольный город, укрепленный крепостной стеной. Стоял город на реке Полтве, которая ныне убрана в коллектор. Между разными национальностями горожан было формальное равноправие, но до 16 века приверженцы не католической веры не могли избираться в магистрат. Вся готическая застройка Львова была уничтожена пожаром 1527 года. Со Львовом связаны последние годы жизни первопечатника Ивана Федорова. Он был изгнан последовательно сперва из Москвы, потом из Литвы и обосновался в этом городе, где и напечатал первые в Украине книги. Вот это, уважаемые зрители, уцелевшая часть укреплений крепости Львова, а именно Пороховая башня. Она защищала город с севера, в военные времена служила складом для пороха, ну а в мирные складом для зерна. Сейчас в башне расположился местный дом архитектора. Ну а это католический костел Каргелита в Боссах, постройки 19 века. Крепость Львова выдержала немало нападений. В 1349 году крепость берет Казимир III. С этого начинается польская история города. Вполне европейская, с магдебургским правом, веротерпимостью. В городе был православный екид, епископ, три архиепископа, римско-католический, греко-католический и армянский, а также несколько иудейских общин. И даже до 1654 года существовала мусульманская община. В 1648 году Львов брали казаки Богдана Хмельницкого, а в 1704 – войска шведского короля Карла XII. Но город всегда возрождался. В конце 18 века Польша исчезла с политической карты мира. Галиция оказалась в империи Габсбурга. А после развала этой империи вновь оказалась в составе возрожденной Польши. В австрийской империи православные украинцы в основном жили в селах и были крестьянами. А купцы и аристократы в подавляющем большинстве были немцами или поляками. Но все же жить в Австро-Венгрии было лучше, чем в дремучей и отсталой Российской империи. С дикостью и произволом российских оккупантов жители Галиции пришлось столкнуться в годы Первой мировой войны, когда в окрестности Львова ворвалась русская армия. Задолго до сталинских репрессий местных жителей массово вывозили в Сибирь и на Дальний Восток, а сопротивлявшихся убивали. Это ничем не отличалось от поведения Красной Армии в ходе оккупации Западной Украины Советским Союзом в 1939 году. Кстати, в начале 1940 года во Львове состоялся ряд встреч представителей НКВД и Гестафо для укрепления сотрудничества этих организаций. В 1941 году здесь, во Львове, в день прихода в город немцев, организация украинских националистов объявила о создании украинского государства под протекторатом Германии. Но Гитлер приказал арестовать лидеров АУН. Он не собирался создавать никаких государств на оккупированных территориях СССР. В любом средневековом городе имеется ратуша. Есть она и во Львове. Башня Буковской ратуши имеет высоту 65 метров. Туда мы сейчас и поднимаемся. Итак, высота башни Львовской ратуши 65 метров. Для нас, строителей, это ни о чем. Ну а что же мы отсюда видим? Видим мы отсюда замковую гору, вот на которой стоит телевышка. Раньше там стоял Львовский замок. От него остались руины. Наверное, дойдем до него. Вот Успенская православная церковь, украинская автокефалия. И за ней вот так вот торчит собор католический кармелитов-боссов. Это монастырь бенедиктинцев с собором Святого Андрея. И Галинская площадь перед ним. В самом низу кварталы старого города расположены вокруг площади рынок. Вот эта щель между домами, это улица Русская. Вот Армянская церковь. Здесь еще обязательно побываем. Здесь еще обязательно побываем. Ну а это Львовский гос. Вот эта широкая улица, это проспект Свободы. Свободу Украине приходится отстаивать до сих пор, что, конечно, очень печально. Ей крайне не повезло с соседом, конкретно с северным, которому никак не хочется эту свободу данной стране давать. Это типичные фантомные воли в каждой империи, кругнувшей. Но вот жарко, что подобные фантомные воли в каждой империи стоят жизни. Ратуша была на этом месте всегда. То, что мы видим сейчас, построено в середине 17-го лета. Скоро Новый год и Ратушная площадь уставлена вот такими вот сараями, торговыми павильонами. Ничего с этим не поделаешь. Нас принесло в этот славный город именно под Новый год. Поэтому приходится мириться. По углам площади рынок, где стоит Ратуша, находятся четыре фонтана. Афродита, Амфитрита, Диана, ну а это вроде бы Нептун. Вокруг площади рынок расположены кабиницы. Это вот так именно называются вот эти здания. Почему? Потому что в них вообще не использовалось дерево при их строительстве. Только камень. Архитектурный ансамбль площади рынок начал формироваться еще в 13-м веке. Но то, что мы видим сейчас здесь, построено в основном в 16-м, в 17-м. На площади рынок селились в основном богатые купцы, аристократы, польские магнаты. Мало кто мог себе позволить строить здесь дома. Это было очень дорого. Ну а за этой неприметной дверью находится ресторан Кривка. Его интерьеры выполнены в виде схрона украинских националистов. При входе официанты, одетые в форму украинской повстанческой армии, встречают гостей по ролям «Слава Украине!» и ответившим правильный отзыв героям «Слава!» подносят чарку горилки бесплатно. Во избежание критики сразу замечу, что плохо разбираюсь в делах церковных. Я убежденный атеист. Для меня религия – это всего лишь часть культуры той или иной нации. В Украине, насколько мне известно, действуют несколько христианских церквей. Римско-католическая, армянская, греко-католическая, ряд протестантских и православная. И вот последняя делится на церковь Московского патриархата, церковь Киевского патриархата и украинскую автокефальную церковь. Я так понимаю, что по обрядам они одинаковые и отличаются лишь подчинением. Украина, обретя независимость политическую, хочет и в духовной сфере быть совершенно независимой от Москвы, что мы, конечно, не можем не приветствовать. Логично, что на улице Русской должен стоять православный храм. Однако, это храм в украинской автокефальной церкви. Сейчас идут буйные дебаты насчет раскола. Ваша покорная слуга очень далека от церковных дел. Ну, а в церковь попробуем зайти. Светом небеси от этой радости все души согреваются. Образа твои сияют помощью и верою нетленою. Чудными иконами твоими разум с телом укрепляются. Возблагодарим тебя, Деву, радости на сердце исполнения. В покаянии зовем тебя, ты душевной скорби победительница. Отдадим должное Родине и пройдем по улице Русской. Улица Подвальная к подвалу не имеет никакого отношения. Она так названа потому, что находится под валом, то есть под валами, ныне разрушенной Львовской крепостью. Во всякой крепости имеется арсенал. Есть он, разумеется, и здесь. Ныне в здании арсенала располагается музей оружия. Как всем известно, в 1941 году Львов взяли нацисты. Они не очень жаловали евреев. Вот на этом месте стояла еврейская синагога. Вот, собственно, вот этот вот кусочек, эти контрфорсы, это то, что от нее осталось. Синагога была разрушена в 1943 году, о чем позднее установлен вот такой вот здесь мемориал, посвященный Холокосту, зверствам нацистов над еврейским населением города Львова, которое было очень-очень многочисленным до войны. Российская пропагандон телевидения ныне именует украинцев фашистами совершенно несправедливо. Это очень толерантная нация, в чем мы убедились на собственном опыте. Напротив тоже была синагога, примерно где-то здесь, под названием Золотая Роза. Она также была уничтожена нацистами. Это князь Даниил Галинский. Украинцы считают его королем. Собственно, он и является основателем города Львова. Во дворце Любомирских находился дом Просмиты. Львов, как мы знаем, родина керосиновой лампы. Она была изобретена именно здесь. Янту церковь мы с вами бачили сверху. А теперь зайдем внутрь. Большинство церквей во Львове греко-католических, и это не исключение. Святая Дева, Матерь Божия, благая Богородица, Не остави нас своею вечную и доброю молитвою. Вознеси над нашими главами и душами, Оки-голубица, Светлую явленную и радость ожидаю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА книги далее перед нами доминиканский собор какой-то мужичок сидит сейчас посмотрим кто он таков честно говоря даже не ведаю кто это знатоки украинской культуры комментируйте это улица староеврейская вообще во львове селились не по профессиям как в основном во всех европейских городах а по национальности поэтому название улиц здесь говорят сами за себя еврейская русская армянская и так далее среди множества национальностей львова армянская община занимала довольно внушительное место армяне в основном занимались торговли и коммерции старом львове было несколько армянских храмов недалеко от площади рынок стоит кафедральный армянский собор его арочные галереи сохранились 15 века армяне во львове имели своего архиепископа и автономные судебные органы просуществовавшие до конца 18 века вдоль улицы армянской проходит целый армянский квартал армянская община львова была весьма зажиточной 130 зданий во львове и окрестностях принадлежали армянам руководил общиной совет старейшин армяне держали в своих руках торговлю польши со странами востока персии и китая в городском магистрате за армянами была должность городского переводчика торговые представительства армянских купцов имелись в анкаре и стамбуле и сфагане и данциге москве лиссабоне калькутте и мадрасе армянские купцы частенько выполняли дипломатические более деликатные поручения польских королей а с конца 18 века армянские купцы стали получать так званую нобилитацию то есть дворянство от польских королей а затем от австрийских императоров дворики армянского собора известны по культовому советскому фильму д'артаньян и три мушкетера его эпизоды снимались именно здесь а теперь не начнем ли мы эй гвардейцы эй мушкетеры вы собирались здесь драться а как же с эдиктами запрещающими дуэли а ну-ка идите своей дорогой господа это лучшее что вам следует сделать проваливайте проваливайте господа по добру по здорову ложите-ка шпаги в ножны и следуйте за нами вы арестованы их много нас только трое вот именно трое и мы опять потерпим поражение или я согласен с арамисом или нам придется умереть на месте разрешите поправить вас господа нас четверо но вы же не мушкетер а вы молодой человек отойдите мы даже не будем возражать если вы удалитесь или вам мало менга на мне нет одежды мушкетера но душой я мушкетер сердце мое сердце мушкетер повторяю господа соблаговолите следовать за нами или мы вынуждены будем взять вас силой нас будет трое из которых один раненый придачу неопытный юноша скажут скажут что нас было четверо атос но отступать как-то я предлагаю дураку возьмите меня господа вы не пожалеете мы будем иметь честь атаковать вас а этот мой гвардейцы к бою прости господи невинное прегрешение наше я должен с вами расквитаться сударь защищайтесь а она получи щенок на а сейчас уважаемые зрители мы отправимся в крестный ход эта штука сделана недавно по моему в 2013 году в общем здесь скульптурах отражены все этапы страданий христа когда он поднимался на гору голгофа в иерусалиме чтобы принять казнь через распятие это не голгофа это замковая гора в городе львове но подъем сюда не менее тяжел как атеисты мы конечно библию знаем достаточно скверно но вот здесь изображен эпизод когда христос третий раз упал под тяжестью креста как известно его мучители ходили ему терновый венец вот он на голову колючий и заставили еще тащить собственный крест крест тяжелый и вот сын божий под его тяжестью упал в третий раз то есть это на самом деле окончание крестного хода как я понимаю в общем пойдем разбираться дальше местность здесь весьма холмистая город львов окружают холмы вот панорама достаточно новой части города недалеко карпаты и это уже чувствуется по рельефу замковую гору занимает парк но мы продолжаем крестный ход в обратную сторону скажем в общем как мы поняли христа здесь оплакивают жены женщины иерусалима пардон а он их утешает надо так понимать а здесь христос падает второй раз на я напоминаю что мы идем как бы наоборот от места его смерти наоборот место началу крестного хода вот собственно и все что осталось от старого замка и я шаннуются життя я божий дар я знаю вы источить травы для всех а то мы почти на вершине замковой горы еще немножко еще чуть-чуть и мы будем на самом верху чтоб ведь делы ты бы я гнят ведь барани мы продолжаем наш своеобразный крестный ход дорога пошла вниз вот это этот эпизод это святая вероника что-то я не помню что обтирает иисусу христу очередной эпизод с крестом видимо иисус опять уронил крест и кто-то ему пытается его помочь поднять в этом эпизоде нет это не кающаяся мария магдалина это наверное мать но в смысле богородица мария ну в общем у меня мнение такое опять-таки знатоки библии комментируйте весьма интересное явление не раз наблюдала гуляя за разными надобностями по весеннему лесу хоть у нас на северо-западе хоть где если снег тает то он сперва тает там где растут деревья хотя вроде бы там тень он должен таять позднее а вот на дорожках на тропинках он всегда остается лежать интересно почему ведь это противоречит логике здесь хоть какое-никакое солнце дорога хоть немножко более открыто солнцу чем места под деревьями но вот тем не менее давно уже замечено что это так вот такая пока необъяснимая мне загадка природы ну а мы подходим к следующему эпизоду из страданий христа здесь иисус первый раз роняет свой крест но здесь все просто в этом эпизоде иисус принимает на себя крест за все грехи людей и сейчас будет его долго и мучительно нести на гору галгофу ну а это самый первый эпизод христос узнал что он осужден на смерть через распятие вот его крест и ему сейчас предстоит его нести отсюда начинается крестный путь изображенный здесь на замковой горе мы двигаясь наоборот дошли до его конца то есть начало и вот здесь сделана пещерная церковь не церковь грот не грот в общем что-то такое любопытное любопытное в католическом мире очень почитается богородица посему она здесь присутствует ну и вот такую часовню здесь соорудили в память о страданиях христа может конечно это мария магдалина нет тоже не похоже это какой-то ангел чему шукает ты живого меж мертвыми йога нематут вин воскрес лука ага в общем воскрес в чем собственно вся соль христианской религии ну и гроб здесь вот так вот неплохо воспроизвели Иисус принял смерть за грехи всех людей ну и потом воскрес смерть и смерть поправ кажется так ну а здесь судя по обилию людей с канистрами наверное находится какой-то святой источник мы правы так оно и есть неплохой такой религиозный новодел сделано с фантазией интересно креативно так что того кто это задумал можно похвалить выяснилось что прошли мы не весь крестный путь мы начали только с девятого или с десятого эпизода и пошли вот так а оказывается это и составляет из себя замкнутый круг ну наверное оставшуюся часть пройдем сейчас если вон там вон там за деревьями крестный путь Христа начинался там он выслушал объявленный ему приговор то вот здесь его путь заканчивается здесь его уже мать Мария сняла мертвого с креста ну вот собственно сам эпизод казни Иисуса Христа его распяли приколотили к кресту вот таким образом это в начале христианской эры был модный достаточно способ князя казни также казнили и последователя Иисуса Святого Петра и многих других адептов христианской эры на заре ее становления ну вот собственно мы замкнули круг пошли мы изначально вот туда а по идее нужно было идти вот оттуда и заканчивать крестный ход вот там ну что делать наше незнание простительно мы в этом городе впервые посему следуем дальше как уже говорилось лов тесно связан с жизнью первопечатника Ивана Федорова вот это церковь Святого Ануфрия постройки 1550 года 1550 года довольно древняя церковь перед нами 13 века ну конечно неоднократно перестраивалась Святого Николая как уже говорилось Львов тесно связан с последними годами жизни первопечатника Ивана Федорова здесь он и упокоился его прах находится здесь в этом монастыре Святого Ануфрия деревянный монастырь возник здесь в середине 15 века через сто лет на средства князя Константина Острожского монастырь отстроен в камне и позднее монастырь переживал немало реконструкций а известен он тем что здесь в последние годы жизни провел первый книгопечатник Иван Федоров здесь в книгопечатной мастерской он печатал книги и в этом монастыре был похоронен в 1583 году Собор Святого Юра греко-католической, разумеется, церкви является кафедральным для города Львова еще при князе Льве Даниловиче в конце 13 века здесь возник оборонный православный монастырь он был уничтожен при захвате Львова польским королем Казимиром III архитектура поражает воображение это барокко 17 век с 1363 по 1437 год на этом месте строилась каменная православная базилика нынешний греко-католический собор построен в 1770 году в стиле барокко рядом с собором расположены палаты греко-католического митрополита с 1946 по 1990 год здесь была православная церковь советские власти силой навязывали униатам православия чтобы хоть так объединить жителей захваченной в годы Второй мировой войны западной Украины с Украиной Восточной которая находилась в составе СССР с момента его образования в 1922 году галлицейская барокко это отдельная тема ценители архитектуры меня поймут по всей Украине весьма силен культ потребления кофе ларьки кава с разнообразнейшим ассортиментом этого напитка можно встретить в украинских городах на каждом углу но во Львове кофе потребляют еще больше кофейни Львова лишь чуть менее знаменитый кофеин Вены в кофейне за чашкой кофе сочинял свою музыку Станислав Людкевич Иван Франко и Михаил Грушевский обдумывали в кофейнях свои произведения кофейня армянка тусовочное место здешней богемы типа питерского Сайгона есть во Львове даже копальня кофе то есть кофейня оформленная под шахту с нижних этажей этой кофейни поднимают на конвейере зерна кофе находится она во дворце Любомирских, который мы уже видели сегодня днем подвалы дворца стилизованы под шахтные горизонты снизу зерна поступают на просушку и обжарку после чего их упаковывают и здесь же продают на разных уровнях этой шахты кофейник подают кофе всех сортов и способов приготовления а моду на кофе распространил во Львове местный шляхтич Юрий Кульчицкий где-то в этих лабиринтах есть ему памятник в этой кофейне любой поклонник кофе найдет себе напиток по душе Субтитры подогнал «Симон» В столице каждой постсоветской республики по крайней мере вдоль западных границ Советской империи находится вот такое вот здание НКВД КГБ есть оно и во Львове здесь в застенках НКВД после того, как Галичина была в 1939 году оккупирована Советским Союзом томилось множество политических узников Это были зажиточные крестьяне, то есть кулаки греко-католическое духовенство да и просто обычные простые украинцы Сталинская репрессивная машина особо не разбиралась и в общем-то молотила всех подряд Учитывая относительно недолгое нахождение Галичины в составе Совка не стоит удивляться тому, что у местных жителей сохранился абсолютно европейский менталитет с толерантностью к другим нациям и культурам уважением к свободе и правам человека и резким неприятием навязанных извне правил и порядков В России немного чисто европейских городов Это Выборг, Санкт-Петербург и довольно сильно изуродованный совковой архитектурой Калининград В Украине почти все города, кроме Крайнего Востока, имеют европейский облик и это тоже наглядно убеждает путешественников в том, что Украина – це Европа Что бы ни вещало российское телевидение про один народ про то, что нет никакой Украины и прочую чепуху Как мы видим, Украина – була, е и буда На этом мы заканчиваем нашу прогулку по городу Львову Но наше путешествие по окраинам бывших империй на этом не заканчивается Поэтому надолго не прощаемся Подписывайтесь на наш канал И вы узнаете еще очень много нового и интересного Субтитры создавал DimaTorzok